Я люблю тематические проповеди и хочу немножко продолжить мои поиски. Помните, уже несколько недель я говорил о важности корней наших. Помните, я начал с того, что когда у нас были в гостях Наташа Шпигельман и с мужем, мы праздновали Шаббат. И вдруг, почему-то мне так, лазя по интернету, я посмотрел мультик, который назывался «Мужик и медведь». Что-то мне так впечатлил сильно, что я начал на эту тему говорить послание. И в прошлую субботу мы говорили, вдохновленный этим мультфильмом «Мужик и медведь», мы говорили о горьком корне. Вот том корне, который является первопричинным корнем наших грехов. Первопричина. То есть, есть что-то, что подвигает уже к плодам. И вот горький корень, в моем понимании, там может быть обида, горького состояния, является первопричиной всему остальному в нашей жизни. Корень горечи может быть один, обида на Бога, в первую очередь, друзья, в первую очередь. А уже проявлением или плодом этого корня может быть различные причины. Особенно гнев, раздражение, ярость, обман, неверность и другие грехи, которые производит горький корень. Обида на того, кто тебе что-то не дал. Помните, да, мы говорили об этом. Когда мы говорим о горьком корне, я надеюсь, что мы с вами вспомним, что история Иакова и Исава фактически открывает этот горький корень относительно послания к евреям, 12 глава. Мы помним, что там говорили, чтобы никакой горький корень не проявился у вас, среди вас. Ибо как Исав за похлебку прорвел свое первородство, чтобы никто не потерял благодати. Мы говорили об этом, и вот вопрос, помните, я задал, как нам реагировать на то, когда люди, которые сделали нам зло, кто сделал нам неприятно, и существует такое состояние, что хочется его порвать на мелкие кусочки, как тузик тряпку. Хочется, и вдруг ты видишь, мало того, что этот человек неправ, он имеет, ну, как бы сказать, сделал тебе зло, ты видишь, что его Бог благословляет. Как несправедливо, правда? Мы говорили об этом. И это вот история Исава и Иакова. В глазах Исава Иаков был для него злым тем, кто украл у него, или забрал у него и первородство, и все благословения. Мало того, он увидел, как Бог начал благословлять его брата, и что он сделал? Он был в обиде. Горький корень был в нем. Но знаете, у Бога, который всемогущий Бог, он может сделать обратное. И вот это прощение, это примирение смогло соединить двух братьев настолько сильно в последствии, что Семя и Исава в последствии, в последствии, много лет спустя, они примкнули к Израилю, приняли иудаизм, то есть обращение к Богу Иакова и стали одним народом. Удивительная история. И все же, как я уже говорил в прошлый раз, что горьким корнем не только может быть хрен, мы говорили, еще моя проповедь называлась так страшно, хрен обыкновенный, как у нас бывает. Но я заметил еще ту часть, которая говорила о полыне. Полынь – это горькая трава, которая применялась в медицине особенно, и из чего делали абсент. А впоследствии этого напитка, который был очень популярным в 19 веке, было такие, как расстройство человеческого состояния, алкоголизм хронический, сумасшедствие, были такие, шизофрения развивалась. Мы видим, что горький корень, горькое состояние всегда рушит человека. Рушит человека. Ну и все. И знаете, когда мы об этом говорили, я сразу тоже вспомнил этот мультик. Мультик 1974 года. Когда посеял мужик репку. Посеял репку. Ну и медведь, как бы, говорит, ты чего на моей земле, типа в моем лесу сеешь репу? Он говорит, слушай, давай будем друзьями. Тебе вершки, а мне корешки. И матически только нужно было отгонять всех врагов. Медведь, как партизан или как бы террорист, всех отгонял там все. Но момент такой, что здесь пришло время сжать. И вы помните, собрал мужик корешки, а медведя дал вершки. Когда отведал он вершки, медведь, очень расстроился. И на пути, на базар, мужик встречает медведя, медведь вкушает репку. А она сладкая, ну классная репа. И говорит, мужик, обманул ты меня, мужик. Там заревел и убежал. Но смотрите, проповедь моя сегодня так и называется. Проще паре на репы. Ну это выражение, да, вот такое есть по-русски. Нормально, проще паре на репы. Когда я посмотрел в векопедию, я вдруг обнаружил, что это весьма, весьма, как бы сказать, добрый плод. Очень важный плод. Я сейчас скажу. Репа как овощное и лекарственное растение известно с глубокой древности. В Египте, на Востоке и даже в России. Было широко распространено до появления картофеля. Но свойства репы намного было важнее. Они для употребления в детстве, кормили детей, чтобы не развился рахит. Вот, чтобы все минералы, они были просто необходимы для возрастания детского организма. Более того, благодаря высокому содержанию кальция, репа служила основным профилактическим средством, спасающим крестьянских детей. И там можно ее парить, можно ее сжарить, можно фаршировать и тому подобное. И там целый список, что можно делать из репы. Поэтому я назвал проще паре на репы. То, что может нам дать по-настоящему нашему здоровью. Когда мы говорим об этом, мы, говоря о горьком корне, всегда запрашиваем себе, если у меня он и есть, знаете, а побороть горький корень не всегда удается. Но я буду говорить это прямо. Потому что посреди нас, среди верующих людей, среди людей вообще, по сути, состояние обгорчения и на кого-то винить в своих неудачах всегда присутствует. Особенно, когда это касается Кагила, это, как оказалось, общины. И знаете, как в старом еврейском анекдоте, когда выбирали председателя синагоги, и была кандидатура Мистера Готмана. И говорят, у Мистера Готмана семья порядочная, он бизнесмен, его дети, один прокурор, другой и так далее. Знаете, важные люди и так далее. Тут выступает тетя Маня, говорит, а я против. Почему? Потому что у Готмана дети дуже плохие. У него вообще, как бы, на самом деле дочери их обзывало. И вот дергает, вы что, не слышали? У него два сына. Он говорит, по крайней мере, я сделал об этом свое мнение. Вы понимаете, да? Вот эта горечь такая, она все равно присутствует для Кагила, для общины. И вот послание к евреям говорит, чтобы никакой горький корень не прошел, не вырос, чтобы мы не лишились благодати. Но если это происходит, и мы, у нас эта вещь, ну, бывает так. Как с ней бороться? Вот что делать? Чаще всего не допускать. Мы говорим, молиться не допускать. Но, знаете, может быть, случай, как Моше, который привел Израиль в пустыню, к водам даже, да, которые были горькие. И вот народ начал роптать. Он начал, ну, будет, недовольствовать тем, что происходит. Это как в Одессе. Очень четко. Вы знаете, почему у нас есть первая станция фонтана, вторая, до 16-я станции фонтана, да? То есть есть фонтан, а есть что? Не фонтан. Как дела? Так, говорит, не фонтан. Что значит не фонтан? Плохо, да? И в старой, вот, когда Одесса отстроилась, бурили или же, может, прокопали, ну, такие колодцы. И если вода была вкусная, она была приятна для питья, она была легко пить, называли ее как фонтан. Фонтан. Когда, если вода невкусная, какой-то, может быть, запах есть, буркутный, как называется, там какой-то серный и так далее. Говорили, что? Не фонтан. Поэтому, если вы у нас в гостях, вы будете теперь знать, отчего слово происходит не фонтан. Одесситы это обнаружили и говорят, не фонтан жизнь, да? Вот момент такой здесь, Моисей, исход 15 глава, говорит. Возопиил к Богу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделала сладкое. Там Бог дал народу уставы, закон, и там испытал его. Интересный момент, потому что, вот, Бог, меняя воду путем обыкновенного дерева, корня, да, дерева, и мы к этому придем, что корень, корень, вот, сладкий корень, сделал эту воду приятной для питья. Мало того, только когда эта вода изменила свою субстанцию, Бог дал закон, Бог дал уставы, и там испытал его. Когда все меняется, когда меняется составная, становится сладким, Бог дает свое благоволение, свои уставы и свои правила. Потому что горький человек, горечи, он не может воспользоваться Божьими законами, правилами и изменениями, потому что они для него не являются сутью. Только когда изменяется твое состояние, ты способен принимать направление от Бога. Это услышите? Горький человек, в состоянии, когда в горечи, он не слышит направление от Бога, он не слышит, что нужно делать. Он читает Писание, и они для него далеки. Вот эта суть, вот этого послания, что они изменились. Но более того, Яков говорит свое послание, 3 глава, 11 стих. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Может ли это быть? Никак. Она либо сладкая, либо горькая. И вот это изменение путем, вот когда Моисей бросил это дерево, корень, да, изменилось. Все составляющее. И Исаия, 1 стих говорит, вернее там 10 стих, произойдет от отрасли, от корня Исеева. И ведь произрастет от корня Его. И будет тот день, корню Исеев, который станет, как знамя для народа, обратятся язычники. И вот этот корень, который меняет субстанцию человека, является Мессия. Услышьте, услышьте меня, дорогие, если мы, будучи огорченные и не принимаем понятие такое, что бы сделал бы Иешуа в твоем положении, если мы не будем обращать на того, на которого Бог возложил все чаяния всего мира, если мы не будем принимать ответы, которые написал Иешуа, говорил Иешуа, и написано это в Евангелии, мы не сможем изменить свою жизнь. А Бог хочет. Бог хочет конкретно изменить нашу жизнь. И перед тем, как мы рассмотрим некоторые пункты, я хочу зачитать вам несколько мест Писания. Притчи. 12 глава, 3 стих. Не утвердит себя человек беззаконием. Корень же праведников неподвижен. Притчи. 12 глава, 12 стих. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведника, праведник тверд. Колоссядам 2, 6. Посему, как вы приняли Мессию Господа, так и ходите в нем, будучи укорененный, утвержденный в нем и укрепленный в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. То есть, другим словом, как мы научены, когда мы приняли Иешуа, личный спаситель, и наша субстанция от мирского к, может, усыновлению в Боге изменила нас, мы стали открыты к людям, мы стали, будем говорить, сладкими, другими людьми. Вот он говорит, в этом и пребывайте. Римлянам 11 глава, 16 стих. Если начаток свят, то и все целое. Если корень свят, то и ветви. Если мы говорим, что этот корень должен быть хорошим, то могу сказать, что есть такое понятие. Нужно что-то сделать. Нужно что-то сделать, чтобы этот корень стал сладким. Может ли горький корень измениться и стать сладким? Или же, как бы так, может, я вам скажу, так может, смотря чем его обрабатывать. Может, может ли сладкий стать горьким? Ну, по сути, по духовной части, да. Мы видим это происходящее с людьми. Когда у нас все было хорошо, когда мы ходили с Господом, когда у нас была радость, мы работали, мы служили, мы давали, мы были счастливы. То есть люди, которые вокруг нас говорили, вот эта жизнь, которая у вас есть, измененная жизнь, это реальные перемены. Это реальные перемены. Прошло время, 5, 10, а может, 20 лет, и обстоятельства нашей жизни, которые отвели нас в сторону от Бога, изменили субстанцию нашей жизни, и мы стали горькими, как стала Неаминья. Она говорит, не называйте меня больше Неаминью, называйте меня Марой, потому что обстоятельства, которые сложились вокруг меня, сделали меня горькой. И ведь Богу нужно было опять обновить эту надежду, примкнуть ее к своему народу, к заповедям Божьим, чтобы сделать ее опять счастливой через рождение внука. Услышьте меня, пожалуйста. Мы делаем ошибки в нашей жизни, но есть у каждого из нас надежда. Если мы только захотим, как сделан Неаминь. Она захотела, и она пошла обратно туда, в дом, откуда она, в Беттлехэм. Она услышала, что там есть хлеб, и там закончился голод, там перестала быть нужда, и она пошла туда. Она захотела идти в дом, где она родилась, в землю, где она родилась, то обетование, которое Бог имел для нее. И так, для того, чтобы корень был хорошим, знаете, что нужно сделать в первую очередь? Его нужно посеять. Буквально вчера мне так, мы там шутили, и мы там сказали, и посеял дед репку, и выросла репка большая-пребольшая. Помните эту сказку мы рассказывали? «Пошел дед вырывать репку, тянет-потянет, тянет-потянет, а вырвать ее не может. Выросла репка большая-большая». Другими словами, чтобы иметь плод, который бы оставался в вечности, который бы люди наслаждались твоим плодом, и твоим, как бы сказать, то, что происходит от тебя, нужно в первую очередь посеять. Нужно посеять добрые семена. Нужно посеять то, что может прорасти и дать правильный плод. Другими словами, очень просто, что то, что ты хочешь увидеть в своей жизни, у тебя должен быть такой же корень. Какой корень, тогда вот такие же будут плоды. Одно местописание я вам зачитаю, к которому мы вернемся в самом конце. Четвертая книга царств, 19 глава, 30 стих. «Уцелевшие в доме Иудином, оставшиеся, пусть опять корень внизу, принесут плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение горы Сион. Ревность Господа Саваопа сделает это». И вот важно, когда говорит слово, что они опять пустят корень и произойдет плод, говорится о ситуации, которая, наверное, повлияла на весь Израиль. Говорится о какой-то опасности. Слово «опять» означает, что-то произошло у этих людей. Как будто второй шанс. Как будто второй шанс. «Опять» означает происшедшее, и они опять что-то восстановят. И к Израилю было послание. Они опять пустят, в первую очередь, корень. Не может быть плодов раньше, чем у нас есть укорененный корень, который хороший корень, который должен принести плод. И ему всему нужно время. Вот это очень важно понимать. Мы с Татьяной, вернее, больше всего Татьяна, она любит пересаживать деревья в нашем дворе. Сколько раз мы пересаживали деревья, я не знаю. И вот самым большим нашим переживанием в пересадке, даже не выкопать где, а на самом деле приживется ли корень. Другими словами, мы пересаживали наши деревья, наверное, раз пять, наверное, или четыре где-то пересаживали в разное время года и так далее. И я понимаю, наша большая молитва всегда была. Она пересадит, а мы молимся. То есть моя задача была копать. Я ее пересаживаю. Последнее она сама все сделала. Но молимся всегда, чтобы корень прижился, потому что от того, что корень приживется, вся крона и все, что дальше будет с деревом, очень важно. Услышьте, мы иногда в обстоятельствах, которые Бог берет и пересаживает нас в другие места. Кто-то переехал, может быть, из восточных частей нашей страны. И пересадка в другую почту, в другую местность, другие обстоятельства всегда болезненны, всегда они трудны. И если мы не укоренимся в Боге, если мы не пустим наши корни в благословение, если мы не оставим наш корень, горький корень, то есть горькое состояние, что происходило там на Востоке. Или даже те, кто, может быть, здесь живут, но имеют какое-то состояние, что какие-то большие несправедливости, это есть горечь относительно других обстоятельств, которые окружают нас. Мы никогда не произведем хороший плод. Нам нужно, чтобы принести плод, нам нужно укорениться, нам нужно пустить эти корни, и эти корни принесут в свое время добрый плод. Вот этот добрый плод на самом деле важен. Если, вот сказано об Иуде, они пустят опять корень, вот это слово пустят, их вот опять, означает больше, что что-то происходило, что-то в их жизни происходило, что, наверное, отвратило их от Бога. Очень важно понимать, что в это время Изекия делает большие реформы, потому что горький корень был пущен, и дал поклонство, были пущены корни от отец Бога, и в результате много было ошибок, и мы понимаем, северную часть того Израиля, который был разделен, 10 колен, да, были уведены в Ассирию. И вот, если есть проблема с гневом, если есть какие-то вот ситуации в нашей жизни, где не слаживается наша семейная жизнь, я хочу вам сказать, всегда можно изменить духовную составную, духовную составную. Иаков 5,13 говорит, злостраждет ли кто, пусть молится. Другими словами, у нас в жизни проявляется горький корень. Нужно посеять нечто, обещание от Бога. Например, Бог говорит, я могу тебе помочь. Если ты будешь углубляться в Священном Писании, ты найдешь ответ в своей жизни. И вот, если у нас в жизни происходит, ну, не совсем так хорошие плоды, ну, не совсем качественные плоды, которые бы мы хотели бы, то нужно что-то сделать. Если у тебя проблема в семье, можно сделать ее лучше. Ее можно рассмотреть, и, знаете, вот изменить ее. У нас Татьяна разговаривала со своей двоюродной сестрой с Америки. И ее муж попал в аварию, в кому. И с Украины у нее приехал, от первого брака приехал сын туда. И вот там все молились. Он пришел в себя, и доктора на самом деле говорят, это чудо, потому что та травма, которую он пережил, эта большая фура в лоб в лоб, там как бы он еле выжил, но половина, левая половина полушария отвечает за его речь. Он начал говорить. И вот он начал общаться, и говорит, я вижу своего сына, а, мы должны будем встретиться. То есть у него отчасти он помнит все, отчасти он и не помнит. Но при всем этом у него такие перемены, знаете, изменения в жизни, ну, как бы сказать, в его поведении. И когда сын разговаривал с Тамарой, с женой, этого Даниила, он говорит, слушайте, мне скажите, а вот это часто бывает, было с вашим мужем, что вот он как бы, ну, не двойных стандартов, вот как-то больше сказать, байполар, то есть он, то он хороший, такие обстоятельства хорошо, все классно, он такой любообильный такой, и вдруг что-то происходит, он становится очень жестким, нервным, спорящим, ненавистным, и как бы так с ним, вот так вот бывает часто, она говорит, ну да, а кто-то из детей из ваших тоже так себя ведет? Она говорит, ну там, да, есть такие симптомы. Он говорит, и у меня так же. Я потерял свою первую семью, потому что я понимал, что я плохо делал, но я не мог себя контролировать. Вы знаете, я верю, что Бог хочет, чтобы мы изменили свой корень, чтобы мы посадили то доброе семя, которое сможет нам помочь. И только в Священном Писании мы можем найти ответы. Мужья, любите своих жен, как немощнейшие сосуды. Вы, чтобы любите, помогайте им, чтобы у вас не было препятствий в молитвах. То есть, одним из моментов, когда у тебя есть препятствие в молитве, что-то нужно сделать в своей жизни, пойти на какие-то услуги. Мы прекрасно понимаем, верующие люди, семейные люди, мы прекрасно понимаем, когда приходят черта, за которые либо будет все хорошо дальше, либо все будет плохо. Мы прекрасно понимаем, и только возрожденные свыше люди, принявшие ответ от Бога, что Иисус, Ишуа является ответом для нас, могут преодолеть эту ситуацию и выйти на другой уровень. Знаете, семя, которое Бог нам дает, это Слово Божие, которое поможет нам в наших обстоятельствах. Псалом 91, 14 стих, услышите, это очень важный момент, насаждение в Доме Господнем, насажденные в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, и сочны, и свежи. Услышьте момент, здесь не то, что они свежи, плодовиты, там есть очень важная, как бы сказать, фраза, которая поможет нам понять, когда мы можем плодовиты быть, когда мы насаждение становимся в Доме Божьем, когда мы находимся в Его месте. Если вы еще не прошли членские классы, например, если вы не участвуете в служении, если вы, как бы, не посвятили свою жизнь в Кагелла, в семье, в которой вы находитесь, я говорю вам, что Бог хочет, чтобы мы были участниками в Доме Божьем, чтобы мы были посеяны и процветали, и там, внутри, в Доме Господнем, мы цветем и приносим плод. То есть, другими словами, станьте частью церкви или же общины. Я обращаюсь сегодня к тем, кто смотрит нас по интернету. Интернет в церкви таковой нету, такого понятия нету. Нету понятия такого, что ты можешь уделить, вот я часть Вселенской Церкви, ты должен иметь поместную общину, дом Божий, где ты должен быть посажен. Нам написано, что эти люди, насаждение в Доме Господнем, они цветут, они как пальма, и приносят этот плод. Они, не прихожане, цветут и пахнут. Они пахнут, но не так, как надо. Не оно посажено, но части, которые становятся в общине, они становятся частью действия. Я скажу один пример. Один пример, который многие не знают. Вот перед нами сидит прекрасная пара, Олег и Ира. Ну, встаньте, встаньте. Я вам расскажу эту историю. Историю человека, который пришел к нам на молитву. Пришел парень, весь желтый-желтый, за живот держался, кепочка такая, чтобы его просто не заметили. Ира была там с ними, даже мама пришла тогда. Была молитва у нас на среднем, мы молились очень серьезно, а у нас, когда попадают на молитву, понимаешь, у нас молитва такая, на два часа, значит, будем молиться, славить Бога, славить. Они так в угол забили, и все такое. И как бы поскорее бы уйти. Вот как бы так. Но что-то произошло. Они ушли. Но по дороге Господь его исцелил. И как раз было слово такое, что Бог исцеляет чью-то печень. Вот реально такое было понятие. Такое, Бог исцеляет печень. И он приходит на следующий раз уже в нормальном состоянии, то есть уже этой желтизны нет. И он приходит, я не знаю, что произошло, но у меня печень исцелилась. Ну, старая жизнь. Кто же как бы понимает, что используя наркотики по жизни, можно набрать себе много беды. Что этот человек делает? Борясь с этим недугом, как мы говорим, наркотики и зависимости, несмотря на эти сложности, он увидел, что Бог может делать чудеса. Он может изменить. Поэтому набрав, взявшие себя в руки вместе, они поехали на репцентр. Их отослали на репцентр. И несколько раз, может быть, хотели сбежать оттуда и так далее. И приезжали, потом опять уезжали. И знаете, вот в какой-то момент они приехали, приехавшие, не зная, что делать, и чем заняться. Потому что если ты ничем не занят, значит, придет дьявол и всегда забьет тебя в сторону. При помощи нашего одного служителя, Валентина Кравченко, их просто взяли и говорят, помогайте нам среди зависимых людей. Помогайте нам на репцентре, помогайте нам в служении зависимым. И их сразу дали место в Доме Божьем, что делать. Сегодня, знаете, мы прошли нелегкий путь с ними. Здоровье, я говорю, здоровье. Нелегкий путь. Там говорили, что нам нужно, их уже было хоронить, особенно Иру, последние там надежды были, и Бог восстановил. Мало того, Бог их благословил сыном. Знаете, это чудо, которое мы промолили. И сегодня это служители, это шамашим, дьяконы общины, те, кто были взяты из мира, из горького мира, были обновлены и посажены в доме. И спросите их, сколько раз хотелось им отойти от служения, сколько раз хотелось вклюнуть на все. Но именно посаженные в Доме Божьем, они пускают корни, и они цветут, и приносят плод, и наслаждаются тем, что не делают. Я уверяю вас, что добрый, сладкий корень может проявляться тогда, когда мы посажены в Доме Божьем. Второе, добрый корень должен быть поливаем. Поливаем. Павел говорит о том, что я поливаю. Да? Я поливаю, но Бог дает что? Рост. Кто-то посадил. Кто-то может посадить, но есть и полив. Есть то, чем мы должны заниматься, поливать. Иеремия 17,7 говорит, «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево посажено при водах, и пускающий корни свои у потока, и не знает оно, когда приходит зной. Лист его зеленеет, во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод». Только когда корень, который ты посеял, и ты понимаешь, что ты уже укоренен, и нужно ему слово, ему нужно слово Божие, ему нужно изучать Писание. Для этого у нас есть библейская школа, для того, чтобы мы научились, чтобы изучать его, не просто читать. Послушайте, мы не просто читаем его, можно читать просто. Я встречался с людьми, которые просто читают. И говорит, вот читаю слово, и ничего не вижу. Ну, ничего не понимаю. Как вы знаете, вот смотрю книгу, и ничего не вижу. Вот этот момент такой, не только читать, но как вот Евну, который ехал, да, и читал, и человек подсаживается, Божий человек, говорит, понимаешь, что написано? Неа, Исаиев 50-й читает, и ничего не понимаю. И он объяснил ему. Другими словами, читать, объяснять, размышлять, и более того, также применять это слово, применение этого слова. Вот это и есть вода, которая должна быть постоянно использована. Если мы хотим, знаете, обращайтесь мужья со своими женами, любите их, знаете, как себя любите, как Господь, церковь. Понимаете, да, о чем я вам говорю? И жены, ну, жены, пожалуйста, вы тоже хотите, чтобы у вас все было нормально? Любите своих мужей, ведь это вторая половина. Это не твой враг. Абсолютно, это не твой враг. Я хочу говорить о том, что счастлив человек, который не ходит по совету нечестивых, на пути грешников не стоит, и в собрании легкомысленных не сидел, только в Торе Господне и в лечении его, и Тору его изучает он днем и ночью, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое плод свой дает во время свое, и чей лист не вянет, ваш лист не будет вять. Чтение, изучение, мы говорили уже, если у нас есть проблема в супругских отношениях, мы всегда можем найти ответ в Писании. Если у нас есть проблема нашим гневом, можем найти, что делать. в любом, в любых отношениях сеять и доброе, и этим возрастать. Знаете, я понимаю, что Слово Божие это то, что дает рост и, знаете, жизнь. Но в воду я нашел еще слово, которое использует дьявол. То же самое. Как бы противовес Божьему. Откровение 12 глав 15 стих говорит так. И пустил змей и спастись своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ею этой рекой. Эта вода чего? Уничтожение. Чувствовали ли вы когда-нибудь себя таким образом, что вы были облиты грязью? Слышали, нет, такое чувство, такое пережили? Обманы всякие, недоверие, все. Ты чувствуешь, что тебя облили помоями. И вот это чувство неприятное. Вот это делает дьявол. Он пускает слова, мышление к людям о вашем состоянии, чтобы опорочить вас, унизить вас. Поэтому это состояние делает корень вас горькими, потому что вы обижаетесь на людей, когда дьявол выливает на вас эти помои. И Бог хочет, чтобы мы ушли от помои, ушли от грязи и пришли к чистой реке. И последнее, последнее, корень нужно удобрять. Последнее, напишите себе, корень нужно удобрять. Луки 13 глава 6 стих и сказал сию притчу, «Некто имел виноградник в своем посаженном смоковнице, пришел искать плод на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плоды на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она землю занимает? Но он сказал ему в ответ, Господи, господин, остави ее на этот год, пока окопаю ее, обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующем году срубишь». Как понятно? Очень просто. Если в вашей жизни вы посажены в Доме Божьем, вы здесь находитесь, но вы не приносите плода, есть вода, которую вы изучаете, Слово Божие, есть все ингредиенты, чтобы вы были способны принести хороший плод, но он не проходит. Как в этой причине? Что нужно сделать? Здесь говорит употребить удобрение, навоз, то, что плохо воняет. Плохо воняет не ваш сосед или ваша жена. Воняет обстоятельства. Услышьте меня правильно. Навоз это то нелегкое время, где немало ошибок, где обстоятельства и случаи не вашу пользу. и в этот момент есть то, что может сделать вашу жизнь, удобрить ее, ваш корень, укреплять ее. Это молитва. Молитва это то, что укрепляет наши отношения с Богом и то, что приносит явный плод. я никогда не видел людей, которые, будучи молитвенником, в молитве, они на самом деле приносили плохой плод. Я чаще видел наоборот, что люди, которые в молитве, стоят в молитве, молятся к Богу вот искренне, даже воплем, даже Ишуа, который своим воплем был услышан за свое благоволение, принес добрый плод. Мы с вами. молитва, рожденная в обстоятельствах трудных обстоятельствах, это, ну, как бы сказать, ну, трудное, от которого мы не можем избавиться, приносит долгожданные ответы. И вот много лет назад я делал проповедь здесь, на Пасху, на Песах. Я говорил, Пасху, как второй шанс, Песах. Я использовал эту историю, которую я прочитал в начале из четвертой книги царств о царе Изекии, который сделал переворот в Израиле. Он уничтожил все высоты, идолов уничтожил, обновил служение и приготовил Израиль к Пасхе. Помните, да, если вы читали, это, 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 очень важный для истории момент Израиля. Он сделал все необходимое, и, но первый месяц Пасхи, он не смог его исполнить, потому что не весь народ очистился, и у него был второй шанс во время второго месяца. даже и тогда не весь, не все священники очистились, но написано, что Бог благоволил к нему, как Он благоволил к Иосифу. И Бог, ему было радостно видеть, что народ, он поменял свой вектор от идолов к Богу живому. И кажется, в это время, как для каждого из нас, мы привыкли так, что если мы меняем свой вектор от худого, от плохого, от обстоятельств, которые у нас происходили, где мы, может быть, мы упали в искушение, какие-то привычки, может быть, в грех какой-то, и вдруг, в какой-то момент мы сказали, я не хочу так больше жить, пускай для меня еще будет один шанс, я приду в Дом Божий, и вот знаете, кажется, когда ты сделал этот шаг, все в мире должно измениться, потому что ты хороший пришел домой, как блудный сын, и тебе должны поставить перстены на руку, одежду особенную, заколоть для тебя тельца, все должно в твоей жизни, кажется, измениться, чтобы прославился Бог, и все увидели, что с Богом дружить хорошо, правда, мы привыкли там, но в истории с Изекией так не произошло, эта история показывает нам, что Бог делает так, как Он хочет делать, не так, как мы хотим, чтобы Он делал, мы можем Его заставить путем наших неотступностей, но уповающие на Бога все содействует ко благу, все, все в жизни, вот научиться этим вещам, я хочу вам прочитать эту небольшую историю, перед тем, как мы начнем молиться, хочу вам показать, что добрый корень, испытанные обстоятельства, может принести много хороших плодов, те, которые мы говорим хорошо, 4-й отца, 18-й глава, 13-й стих, после всех тех вещей, которые сделал Изекия, кажется, должно было быть процветание, успех, и вот здесь, 14-й год царя Изекии, пошел Сихонарим, царь Ассирийский, против всех укреплений городов Иуды, и взял их, сравните это с вашей жизнью, и даже более того, сравните это с обстоятельствами, которые мы попали в Украине, параллели такие сделайте, которые я буду читать, и вы поймете, о чем я говорю, послал Изекия царя Иудейский к царю Ассирийскому влахе сказать, виновен я, отойди от меня, то есть, забери войска, ситуация такая, что он, он Изекия отделился, не хотел ничего общего иметь с Ассирией, и он говорит, подожди, виновен я, что я отделился, возьми, дай, наложи на меня мзду, или же, то, что я должен, повинен, я отдам, наложи на меня, и я внесу, и наложил царь Ассирийский на Изекию, царя Иудейского, 300 талантов серебра, и 30 талантов золота, по тем меркам, 41 миллион, примерно, уе, тогда, сейчас бы это было миллиарды, миллиарды, это несколько бюджетов страны, в один раз, невыносимое, невыносимое, другими словами, народ не сможет это вынести, он будет в состоянии бедноты, нищеты, и так далее, но царь, но царь, делая, это тушь, вещь, которая, многие из нас делают, когда приходят обстоятельства трудные, когда, когда, сложные обстоятельства приходят, и отдал, и отдал из зекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем, и в сокровищах дома царского, в то время снял из зекия с золота с дверей дома Господня, с дверей столбов, которые позолотил из зекия царь иудейский, и отдал его царю ассирийскому, он взял то, что было в сокровище, то, что было в бюджете, и более того, он взял, снял золото и то, что принадлежало Богу, то, что было посвящено Ему, поэтому Иисуса спрашивает, что больше, храм или золото, он отдал то, что Богу принадлежит, если мы сегодня храм Бога живого, если мы сегодня с вами храм Бога живого, при обстоятельстве, которые нас окружают, что мы с вами делаем, чтобы от нас враг отступил, он говорит, подожди, ты был моим, до покаяния, ты был моим, обстоятельства так окружили, что он хочет нас забрать, он крикает, щелев, ища кого поглотить, хочет нас вернуть в свое владение, в свой Египет, в свою страну, будем говорить так, и когда эти обстоятельства приходят, что мы говорим Ему, мы же все сделали правильно, мы пришли Господу, упокаялись, говорили, Господь наша Пасха, Он наша Пасха, и вдруг мы говорим, подожди, враг, что тебе нужно, чтобы ты оставил меня в покое, я хочу еще быть верующим, я хочу быть верующим, никуда не хочу идти, что мне дать тебе, и налагал на враг свои обстоятельства, ты ходил врачи в домашние группы, ты приглашал людей на венгализацию, ты проводил, может быть, изучение Библии, помогал в разных служениях, видео, пославление, танцевальное, детское, молодежное, может быть, ты помогал старикам, которые ездят, как сегодня говорил Александр, помогал своими возможностями и финансов, десятины приносил, чтобы все вот то, что у нас есть, оно было лучше, и мы могли достигать людей и по интернету, и во всем мире, чтобы мы могли делать евангелизацию, которую мы делаем, ты участник, был участником, и вдруг, он говорит, подожди секунду, не забывай, ты мой, а что мне дать, он говорит, будь я так как по-украински, я скрутный делал, дуже скрутный, вот тоже плохо, но очень плохо, тут переставай, десятину давать, не надо, вообще, мысли даю, в дом божий, не давай, там же ты не знаешь, куда ты деньги идут, вот ты сможешь дать бедному, и ты вместо десятины, говоришь, могу, сколько могу, я же даюсь, оправдание, я смогу дать бедному, на во имя Иисуса, и пускай тебя Бог благословит, это первое, может быть, или потом, ой, на домашний, так скучно стало, вот раньше было, о, Господь действовал, помолились, там, волосы на голове, дыбом стали, либо выпрыг у меня, вот было хорошо, сияние славы, не от Чернобыля, а как бы от всего этого присутствия, а потом, сюда так не тянет, не совсем так плохо, а что я пойду вообще, у меня есть чем заняться, реально, у меня есть чем заняться, у меня бизнес, дети, внуки, у меня же еще политика, надо же посмотреть в интернет, посмотреть, что там происходит, и ты загружаешься, думаешь, куда уже идти, а может быть служение, ну, нету столько уже бабушек, которые умирают сегодня, или там нуждаются в какой-то пище, ну, к ним ходить, они же постоянно, ноют, тебе ноют, и постоянно, что там плохо так, что туда ходить, мы начинаем говорить, слушай, Вася, или там Леня, там еще Изя, подойди туда, посмотри, что там делать, главное, чтобы она не умерла, и дай мне знать, мы расслабляемся, и постепенно мы отдаем то золото храма, которому когда-то посвятили, и вдруг, кажется, вот, все, я свободный, я прихожу спокойно на собрание, мы можем славить, я верующий в Бога, езжу на конференции, и вроде бы меня враг не трогает, но смотрите, и послал царь Ассирийский, Тартана и Рапсара, Рапсака, из Лохиса, царь Юзеки, с большим войском Верусалим, и пошли, пришли к Верусалиму, и пошли, пришли, и стали у водопровода в верхнем пруде, который на дороге поля Беличного, другими словами, ты думал, что отделался от своего притеснителя, я скажу вам новость, он никогда от вас не отстанет, он пришел, ты отдал его все, и он все равно пришел и говорит, ты мой, а теперь ты точно мой, я не буду говорить о тех вещах, которые происходили, что там перечисляется, но я вам скажу некоторые вещи, ты говорил пустые слова, Иезеки, а для войны нужны совет и сила, ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня, вот ты думаешь, опираться на Египет, на эту трость надловленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее, таков фараон царь египетский, для всех уповающих на него, на кого мы сегодня уповаем, фараон мы, это мир, это мирское состояние, что может быть, когда мы были мирскими, мы были более успешны, на кого ты хочешь опираться, на этот мир, со своим бизнесом, со своими условиями, он всегда тебе подкнет руку, на Евросоюз, на Америку, или кого ты хочешь опираться, на Украину, на восток, на запад, на кого, дальше он говорит, а если ты скажешь мне, на Господа, Бога нашего, мы уповаем, то на того ли, которого высоты, и жертвенник отменил, и зекая, и сказал Иуде, Иерусалим, перед всем только жертвенник поклоняйтесь, Иерусалиме, на этого, враг говорит, на этого уповаешь, на которого распяли, на кресте, который висел, на того, который умер, воскрес, а ты его видел, когда последний с ним раз разговаривал, на какого Бога ты упираешься, и так вступи в союз со мной, с Господином, моим царем. И дальше, 25 стих, при том же, разве я без воли Господней пошел на место сие, чтобы поразить его? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. Сатан, враг, он будет говорить, подожди, дорогой, Ива, помнишь, ты даже раз головой потанешь, помню, читал, так, разве я на Ива наехал без воли Божьей? с воли Божьей. И мы поднимаем руки вверх, сдаемся. Сатана всегда будет говорить нам слова, которые говорят, разве это не без воли Божьей пришло в тебе в жизнь? Бог допускает, Бог допускает, но и мысль такая, да и исламе, я это делаю, и ты в таком состоянии, потому что мне позволил Бог, чего тебе сопротивляться, зачем тебе продолжать такую жизнь, зачем тебе ходить в общину, зачем тебе это делать, просто-напросто доживи свой век, потому что уже все уже расписано в твоей жизни. Так говорит царь, пусть не обольщает вас изеки, ибо он не может вас спасти от руки моей, и пусть не обнажает вас изеки Господу, говорят, спасет вас Господь, и не будет город отдан в руки царя сирийского. Не слушайте изеки. Дьявол всегда будет говорить, не слушайте пасторов, служителей, ну не слушайте их, уже дослушались иногда, вот посмотрите, дослушаюсь, куда вы пришли, покаялись, вот смотрите, первые проблемы, вот не слушайте, не слушайте, но говорит потом еще историю, вот кушайте, ешьте, питайтесь всем тем, что у вас есть, пока я вас не заберу в землю мою, в другую землю, в мир, заберу вас туда, 35 стих, кто из богов земли с их спас землю свою от руки моей, так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей, разве, что делать, когда ошибся, что делать, когда ты отдал золото храма, ладно, ты свое отдал, золото храма, десятины, служения, посвящения, что ты уже пустой внутри, и ты думаешь, что, потому что я это сделал, на меня это пришли эти все беды, услышите, это то, те обстоятельства трудные, то, тот навоз, который воняет, то, который неприятен, взял языки, 19 глава, 14 стих, взял языки письмо из руки послов, прочитал его, пошел в дом Господень, не пошел куда-то в сад, он пошел в дом Господень, развернул языкия перед лицом Господнем, и молился языка перед лицом Господнем, говоря, Господи, Божий Израиль, сидящий на Херувимах, ты один Бог, и всех царей земли, ты сотворил небо и землю, преклони, Господи, ухо твое, и услышь меня, открой, Господи, очи твои и возри, услышь слова Сихонарима, который послал поносить тебя, Бога Живого, это услышь, что через эти действия поношения приходит твою общину, твою церковь, твоему народу, и он говорит, правда, о Господи, это правда, цари сирийские разорили народы и земли их, правда, правда это все, да, конечно, я вижу, я очищаю это, это правда, и побросали богов их в огонь, но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребил их, и ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господь, Бог, один, вы знаете, ответ Бога был очень быстрый, конечно, можно читать очень много, приходит Исайя и говорит слово, и вот тебе знамение, ешь в этот год выращенное, упавшее зерно, и в другой год самородное, на третий год сейте и жните, и садите виноградники, сады, ешьте плоды их, помните, я говорил стих, уцелевшие в доме Иудином, оставшиеся, пусть, пустят опять корень внизу, и принесут плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток и спасение от горы Сион, ревность Господа Савопа сделает все это, а дальше, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И случилось, в ту ночь пошел ангел Господень, поразил стана сирийских, 175 тысяч человек встали поутру, и вот все тела мертвы. Молитва. Молитва. Это тот навоз, который нужно поставить у корня, который даст свой плод. Я уверен в этом. Друзья, Бог хочет, чтобы мы, несмотря на обстоятельства, хорошие или плохие, во-первых, посеяли добрый корень, поливали его водой, словом его, изучением и дали навоз или, может быть, удобрение через трудные обстоятельства в молитве. три вещи. Садите, поливайте, удобряйте. Это наша задача. Мы станем, честно, на наши ноги. Хочу обратиться к тем, кто пережил, может быть, в своей жизни обстоятельства горького корня. Сегодня мы можем посадить добрые плоды. Добрые семена. И если ты посадишь эти добрые семена любви, отношения к Богу, к людям, поливать будешь и удобрять в молитве, тогда, когда враг душ человеческих просто окружает тебя, как Санахарим, Иерусалим, и даже если ты ошибся, даже если ты оставил служение либо свои десяти недояния, у Бога всегда есть благоволение. через молитву, через покаяние, через упование на Него, что Он есть наш Бог, происходит обновление. и потому знают, что вы ученики. Когда ваш корень, он будет посажен в добрую почву и принесет добрый плод, от Него будут кушать люди твою любовь, твою заботу, твою улыбку, твое благоволение, твою честность, твою справедливость, твое богословение, как ты богословишь людей, люди это будут понимать. И сегодня у нас есть этот шанс, шанс перемен. Ощути эту силу перемен. Участвуйте в Божьем деле. Он хочет, чтобы с тобой был только Он. Он хочет положить надежду на того Бога, который спас Израиль. И всем нам необходимо быть посаженным в Доме Бога, в Господнем месте. Он хочет, чтобы мы были посажены в общине, в церкви. Вы должны быть частью поместной общины. Вы должны и быть, несмотря на обстоятельства. И всем нам необходимо быть в Доме. Быть не прихожанами, а значит участвовать во всех домашних вопросах. Найдите то место, где вы будете плодовитыми. Найдите. Очень часто говорят, пастыр должен найти место, чтобы я был плодовитым. Вы посажены в место, но вы приносите плод. Моя лидерская задача может быть обкопать, дать возможность питаться водою, но плод приносит тот корень, который посеян, взросшен, поливаем и удобряем. Это ваша задача. Продолжение следует...